Карачаева-Черкесия и Дагестан в Карачаево-Черкесии уже 20 лет работаете над укреплением культурных связей. Нынешний год был непростым, но он отметился огромным количеством мероприятий. Расскажите об этом поподробнее. Как вы отметили, мы в этой республике уже 20 лет. В 2001 году по нашей инициативе было подписано соглашение между правительствами двух братских республик, Республики Дагестан и Республики Карачаево-Черкесии. В этом же году по нашей инициативе было подписано один из первых договоров о павратинских связях между городским округом Городеремент и Карачаевским городским округом. Почему мы именно начали с этих городов, потому что туризм, мы просто посчитали, что туризм в Дагестане в основном тогда был развит именно в древнем городе Дербенте, а в Карачаевской республике туризм тогда был так развит именно в Карачаевском городском округе, но теперь да, Донбай. По нашей инициативе тоже были подписаны договоры между Малокарачаевским районом Республики Карачаево-Черкесии и Унсу-Курского района Дагестана. Почему это Унсу-Курского и Малокарачаевского района? Потому что в Малокарачаевском районе поселке Пермайский похоронен сын имама Шамиля, а сын имама Шамиля был выходцем из Унсу-Курского района. Мы это согласовав с руководством этих двух районов, мы решили это и тоже был подписан такой договор именно в Малокарачаевском районе населения Учхекене. В сенуаре месяце именно благодаря вам, вашим коллегам, нам и было организовано в Карачаевском городском округе города Курот-Тиберда в школе номер два. В среде столетия образования Республики Дагестанский АССР было проведено мероприятие чисто связанное с Дагестаном, культурное связанное, чисто этнография и все это. Именно почему в школе номер два города Курот-Тиберда? Да, потому что эта школа названа именно выходцем из Дагестана Магомедом Халиловым. Магомед Халиловым, он выходец из Республики Дагестан, у него корни из Дагестана, он из селения Хубар, корни оттуда. Его отца корни? Да, его отца корни, его предки были оттуда, да. И мы посоветовались со всеми. Директор школы оказалась его племянницей. Мы с ней договорились, и я ей очень благодарен. Она очень помогала, и было проведено очень хорошее мероприятие. Буквально на днях это было организовано с помощью администрации Карачаевского городского округа. Была организована выставка заслуженного художника Республики Дагестан Мирислава Саидова. Это мальчик глухонемой, но так рисует, это образно, и у него очень хорошие картинки. Эта выставка была организована в Карачаево-Черкесском государственном университете. Сотрудничество между Карачаево-Черкесией и Дагестаном набирает обороты с каждым годом все больше, и это не может не радовать. Но хотелось бы узнать ваше мнение. Как вы думаете, есть ли какие-то сферы, развитие которых могло бы благотворно повлиять на развитие обеих республик? Мы постоянно говорим о потенциале здесь. Вот сейчас вы, наверное, знаете, что в Карачаево-Черкесской республике в основном строители этих высотных домов, жилых комплексов, строители из Дагестана работают. Строи дома, прорабы из Дагестана работают здесь. Мы были вчера, допустим, в наследнице Красногорского Малого ГИСа. Там сейчас работает более 600 человек из Дагестана. Там же работают, конечно, и карачаевцы, и даже и зарубежные работают там люди. Ну, вот еще эти люди сюда не приезжают, допустим. Эти люди, вот мне даже здесь правительство, один наш товар сказал, говорит, как хорошо, что эти люди там уже живут. Это все, почти 90% этих рабочих, они снимают квартиры в поселке Правокубанское. Для жителей этого поселка, это являются компоненциальные инвесторы. Живые деньги, можно сказать, они снимают квартиры, и в магазинах все это все, ну, вы знаете, там обитаются эти люди там, именно Правокубанское. То же самое мне, такой же мне говорил главный образ Санатории Тиберда. В Санатории Тиберда так официальный год отдыхают более 800 человек. Эти люди туда приезжают, допустим, на неделю, на две недели, на три недели, на месяц. Но они туда приезжают не пустыми руками. Хотя бы тысяча, 15-20 минимум они с собой везут. Конечно, конечно, и больше бывает. Эти деньги они оставляют им тоже в этом же регионе. Поэтому мы всегда говорим, что эти туристы, они потенциальные инвесторы. Ну, по поводу экономики, даже вот еще раз вам отмечу. Буквально года 2-3 назад ребята из Карачаева, Черкесии, открывали в Дагестане завод по переработке отходов. В Махачкале более 1 миллиона человек живут. И они не знают, что с этим мусором делать. Вот поэтому привлекают таких ребят, инвесторов со стороны. Потому что сами местные не успевают. И вот ребята из Карачаева, Черкесии. Я помню, что именно этот завод открывали там. И потом по поводу жертвоводства очень хорошие самые связи. В области растений, в области аграрии. По поводу лошадей карачаевской породы, которые туда, в Дагестан, сейчас начали массовым образом отсюда везти. И даже специально нанимают ребят, которые могут за ними ухаживать там. И это все развивается вот такими темпами. Вот я вам скажу, вот лет 15 назад, в медицинском институте здесь учились 3-5 человек из Дагестана. На сегодняшний день здесь учатся около 200 человек. Буквально через два года страна будет отмечать столетие со дня рождения Расула Гамзатова. В Дагестане наверняка уже начали готовиться к этому дню. Хотелось бы у вас узнать, войдет ли Карачаева в Черкесии символический маршрут этого празднования? Очень хороший такой правильный и нужный вопрос. Вы сейчас это затронули. Это, конечно, это уже правительство, постановленные правительства Республики Дагестан уже начали готовиться к этому мероприятию. Уже расписаны все расходы, все расписаны, в первую очередь, на родине Расула Гамзатова. Это Хунзах скоро они, селение Цада. В самом Хунзахе очень грандиозные начали уже готовиться к строительству таких важных объектов и обновления некоторых объектов. И по всей Республике все это идет. И нам, представителям Республики Дагестан, в субъектах Российской Федерации тоже были уже заранее, уже полгода тому назад уже нам дали поручения. И мы эти поручения, которые нам были адресованы, мы, конечно, их предоставили, мы их с ними познакомили, ознакомили руководство Карачао-Черкесии, именно вот сейчас занимается министерство культуры Карачао-Черкесии Республики. И уже, я вам скажу, уже начали провести мероприятия по этому поводу. Мне уже звонили, даже мне отправляли видеофильмы, клипы, можно сказать, из колледжа искусств и культуры города Черкеска. Там они уже начали провести мероприятия по Расулу Гамзатова. Как Расул Гамзатова, наверное, у нас, как в этой республике, наверное, не уважают. Здесь книжка народного поэта Дагестана «Расул Гамзатова» – это самый ценный подарок здесь. Это, понимаете, когда мы, я, когда мы, ну, мы тогда из фонда, у нас есть, ну, правительство, у нас есть склад, когда мы получали эти книги, когда мы здесь все-все раздавали, и сами приобретали, потому что не успевали. Хочу под этим случаем выразить слава благодарности всем, кто так, именно вот начиная с колледжа, вот кончая, всех работников, всех сотрудников национальной библиотеки, библиотеки всей республики, всех, кто почитает, кто уважает, кто это читает, нашего уважаемого народного поэта Дагестана Расул Гамзатова. Всем большое спасибо!